здравствуйте дорогие подписчики сегодня наступает четвертый день нашего путешествия сегодня в программе у нас посещение города новый афон и всех его достопримечательностей оставайтесь с нами впереди будет много всего интересного монахи основавшие новоафонский монастырь разбили у подножия горы красивый парк в 1880 году на территории парка было вырыто 7 прудов максимальная глубина прудов полтора метра дно и стены выложен каменной плиткой вода в прудах кристально чистая проточная в свое время монахи разводили здесь для нужд братьев карпов карасей порель вокруг прудов монахами новоафонского монастыря были посажены тополя плакучие ивы и пальмы над прудами были сооружены арочные мосты в юго-восточной части приморского парка у самой дороги расположена небольшая часовня построенная в память о посещении в 1888 году нового афона императором александром третьим на этом пруду нам обещали лебедей но что-то их пока не видно ищем дальше советское время в парке были установлены гипсовые скульптуры отражающие дух эпохи и являющиеся украшением парка и в настоящее время на прудах парка сейчас обитают несколько семей белых и черных лебедей какие-то красивые ребята он что-то нам хочет сказать у нас нету ничего скажите пришли тогда если ничего нету ты нам покажешь свой хвостик красавчик новоафонский приморский парк был открыт для посещения в 1910 году к приезду царской семьи а и Вы можете приобрести свечи, бумажки для записок. Все здесь это продается. Подробно уже снимать не буду. Как вы понимаете, в храм нельзя заходить с непокрытой головой. И в брюках женщинам нельзя заходить, поэтому на входе предлагаются вот такие накидки и платки. Я подготовилась лучше, чем Юля. Среди живописных горных пейзажей Абхазии на солнце сверкают золотые купола Новоафонского монастыря святого апостола Симона Канонита. История этой святой обители уходит в далекое прошлое. В 1874 году монахи Пантелеймоновского монастыря, что находился на греческом Афоне, получили от царского правительства территорию современного Нового Афона и внушительную сумму денежных средств для строительства нового монастырского комплекса. С 1877 по 1878 года, на время русско-турецкой войны, строительство монастыря было заморожено. Недостроенная обитель в эти годы была еще и разграблена. После войны возобновилось и окончательно завершилось строительство только в 1900 году. Торжественное освящение Новоафонского монастыря, на которое прибыли порядка 20 тысяч паломников, состоялось 28 сентября 1900 года. На этом благоустройство обители не закончилось. Монахи неустанно работали без сна и отдыха, чтобы монастырь стал не просто цитаделью духовности, но и настоящим символом процветания православной веры в Российской империи. У нас октябрь, первый снег на горах, и мухи не летают. У этой картины своя история. Когда мы были молодыми, в горы ходили, с ружьями были, встретили монаха-отшельника. Молился старец, избавьте меня от медведя, мешайте мне жить. А вам какая разница, кого убивать, вот там живет. Но мы его избавили от медведя, потом пришло время изучать жития святых. Я обнаружил, что были случаи, когда они могли договариваться. Отдается мне ряженый, тот был по заданию, сидел, дошло до убийства. Возвращаюсь в прошлое, здесь они дружат. Да! Это одна... Это один из крупнейших религиозных центров всего Кавказа. Место паломничества и одна из популярных туристических достопримечательностей Абхазии. С 2011 года монастырь относится к Абхазской православной церкви. Он привлекает верующих всего мира и туристов своей историей и красивейшими пейзажами. Монастырь окружен садами, парками и расположен на побережье Черного моря. Здесь есть торговые лавочки с различными сувенирами, чаем, продукцией, магнитиками. В общем, если что-то захотите купить для сувениров или для себя, здесь это можно приобрести. А мы приехали на следующий объект. Самая глубокая пещера в Абхазии. Больт следует на инстанции поле Тащина. Время сойти. Опа. Тащина Больт следует на инстанцию поле Тащина. Больт следует на инстанцию. Тебе холодно? Нет. Такие все пошли со знанием дела. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, я рада приветствовать вас не только на территории Республики Абхазия, но и в нашем пещерном комплексе. Новоафонская пещера – уникальный природный памятник Абхазии. Одна из самых крупных и открытых к посещению пещер не только в регионе, но и в масштабах всего мира. Общий объем внутренней полости пещеры составляет 3 миллиона кубометров. Здесь можно встретить разнообразные подземные озера, необычные натечно-капельные образования, сталактиты, застывшие водопады и многое другое. Особую атмосферу создает специальная подсветка. Белые и красные лампочки делают внутреннее пространство пещеры еще более загадочным. Ну как тебе, подъем? Гора, череп – это все кристаллы кольцита. Мощный очищающий минерал, служит положительной энергетикой, служит фильтром для воды. Так что очень хорошо его в доме держать. Помассивнее ставят ухода в дом. Маленькие носят с собой. Маленькие носят с собой. Маленькие носят с собой. ПЕСНЯ Всего пещерный комплекс содержит 11 залов. 6 залов экскурсионные, сюда возможно попасть в любой день. Один научный, сюда имеют доступ только специалисты. Оставшиеся залы открывают свои двери только по определенному графику. Продолжительность экскурсионной программы полтора часа. Все залы прекрасно оборудованы с точки зрения зрелищности и в то же время безопасности, освещения, дорожки, перила, смотровые площадки. Экскурсия пешеходная, однако въезд в пещеру осуществляется на небольшом железнодорожном поезде, что никого не оставит равнодушным. Обратите внимание, что средняя температура внутри пещеры редко поднимается выше плюс 14 градусов. Собираясь на экскурсию, обязательно запаситесь теплой одеждой. Один из древнейших храмов на Кавказе – храм Симона Канонита, находится в республике Абхазия. Симон Канонит был одним из 12 апостолов. По церковному преданию он нес свой миссионерский просветительский подвиг, живя в маленькой пещере над рекой. Храм Симона Канонита находится над местом его захоронения. В IV веке построена маленькая деревянная церковь. В X веке выстроили прекрасный белокаменный храм. Он является шедевром церковного зодчества Абхазии, времен Раднего Средневековья, впитавшего в себя греческие традиции. И гидроэлектростанция. Уже в современном обличии, хотя ей прилично уже лет, построили ее еще монахи, которые заметили хороший ресурс, бурный поток воды и воспользовались этим природным явлением для постройки гидроэлектростанции. Субтитры создавал DimaTorzok Идем на поиски старой заброшенной железнодорожной станции. Она тоже где-то здесь. Прекрасная локация для любителей архитекта. И красивого кадра. Купили себе за 100 рублей пакетико мандарин. Сейчас как раз начинается их сезон. Все деревья стоят в мандаринах. Они кругом продаются. Но самый пик сезона, нам сказали, будет к Новому году. Даже невозможно себе представить, что у нас на Новый год снег и сугробы, а у кого-то сезон мандарин. А сейчас мы идем на приветственный обед абхазской кухни в кафе Анхуа. Сейчас вам сниму все подробненько. Нам уже накрыли обед. Нам приготовили мамалыгу, мясо. И хачапури. Мы поняли, что мамалыга – это вообще не наш продукт. Мы любители, так сказать. А хачапури прекрасные в любой стране, в любом виде. Мы даже заказали еще один с собой домой. Лыхны является крупнейшим селом Абхазии и находится в Гудаутском районе в пяти километрах от Гудауты. История села насчитывает полторы тысячи лет. Это исторический центр Бзыбской Абхазии. В XIX веке лыхны были официальной резиденцией владельного князя, а также столицей Абхазии. В октябре каждого года на расположенной в центре села, широкой поляне Лыхнашта, отмечается праздник урожая. Здесь же установлен памятник жертвам грузино-абхазской войны начала 90-х годов. Церковь лыхны относится к крестово-купольному виду сооружений, типичному для Абхазии ранне-средневекового периода. И снаружи, и внутри здание отличается строгими, но гармоничными формами, а также четкими пропорциями, свидетельствующими о высоком уровне мастерства зодчих. В какие конкретно годы был построен храм Успения Богородицы в Лыхны и при каком из правителей до сих пор не установлено? Большинство исследователей полагают, что закладка сооружения из очищенного камня пепельного цвета состоялась в начале X века. За тысячу лет храм Богородицы ни разу не подвергался серьезным реставрациям, благодаря чему сохранил исходный облик. Важная деталь в истории храма – его расположение. Это сейчас Лыхны является обычным селом, а когда-то оно было самой настоящей столицей, из которой абхазские правители руководили своим княжеством. Знаменитая достопримечательность села – руины архитектурного комплекса X века, состоящего из летнего дворца абхазских царей и резиденции князей Чадьба. Продолжение следует... Вот вам еще одна локация для классных фотографий. Кто ищет, тот всегда найдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok